приветствую зрители своего канала находитесь на синхронизации моей жизни будем готовить будет готовить его гараж причем здесь в кухне и гараж при том что юрий задался вопросом расскажу ему в секрет этот то что надо тоже в гараже что то есть и надо уметь готовить можно дома готовить можно в гараже вот в общем вот таких вот 7 положил свиных хрящей свиной рогу в общем для супа вот продается кстати относительно недорого 125 рублей обычно любят в комментариях спрашивают поэтому сразу отвечает 8 7 штучек тут где-то грамм нами 300 вот промыл все в холодную воду после закипания варится у нас сейчас так и вот капусты немножко порезали капусту надо ложить в первую очередь потому что варится немножко дольше чем картошка кладем так будем готовить в общем щи а так как одно положим покладем свеколину поэтому будет в общем больше первый раз мне больше нравится этот самый такой деревенский летом он только готовится именно из ботвы из свекольной вообще бомба получается вкусно но как-нибудь если получится то готовим так ну все оставляем вариться где-то минут десять капусту так смотрите ребята в общем кости мы вытащили потому что они уже приготовились и картошечку туда вот у нас порезаны три картошинки давно мы готовили с картошкой сами знаете информацию кости с мясом выложили чтобы отделить вот на и потом можно обратно будет конечно же положить так и кладем приправу восточная такая вот вот и еще пол ложки соли это соль это конечно любителя кто-то вообще не соленая ясно мы решим решим положить вот так вот кому надо тот может это солить потому что это дело такое главное все есть все варим так делаем без зажарки все именно свежие овощи поэтому чтобы вкус был насыщенный одна большая морковка луковица была крупная поэтому половинка луковицы сейчас я вам покажу какая луковица какая морковка чтобы вы все видели чтобы знали кто будет варить первый раз допустим димитрий григорьев да то по крайней мере будет знать что чего что чего и как такая в общем морковка и вот она по луковицы все свеклу мы будем класть в конце чтобы цвет был насыщенный такой покраснее сейчас это все перемешаем пусть варится сейчас я вам покажу сколько у нас получается костей то есть мясо на костях их мы отделим от косточек и также уже в конце когда приготовиться положим все будем накроем так варится у нас 10-15 минут и вот кубаньки такой вот в общем получается немного грамм 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 40 кладем в общем 1 треть в общем от 140 граммов одна треть исполнилась 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 чтобы она была все вот где у нас хорошо все идут самое время написать комментарий и поставить лайк спасибо кто это делает шикарненько вот тут еще этот самый есть еще мясо это косточкам мне и так будут грызть прям вместе в супе так и свеколинка одна большая или две маленьких можете покласть записывать видео я уже не стал как режем на терке здесь и так понятно смотрите по этому по фасовке именно вот как она то есть как видно ничего здесь такого сложного нету какой ой как ну все вообще четкий можете написать свою граммовку и свой рецепт борща и также разных супов супов ну басик станки поел и умывается 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 мою 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 так единственно суп такой густоватый получился поэтому еще добавлю воды и еще немножко подсолю и получается третью ложечку также столько по полу ложечки сейчас перемешаем попробуем на вкус это дело мясо мясо сейчас ну в общем кости получается мы разделаем и вот мясо вот и положим сейчас супец сейчас попробуем что у нас тут как такой кстати мало соленый но добавлять соли не будем в случае можно каждый для себя сам подсолить а так в целом такой в общем требует суп вот надо именно ему настояться где-то хотя бы минут 30 после готовности то есть составим чтобы он настоялся тогда вообще будет очень такой яркий такой вкус так ну вот сколько получилось мясо самое главное что навар у нас уже есть стал вот кто-то добавляет уксус но я так себе отдельно в тарелку кладу потому что я немножко больше кладу я опять же не всем нравится с уксусом кто-то не любит покиснее кто-то наоборот любит смотрите видите образовалась перемешиваем все так по времени у нас получается в общей сложности то есть после закипания костей то есть кости 45 минут час где-то варились в общем а так в целом все овощи у нас варятся 30 минут получается у нас овощи варились так и петрушку я не люблю потому что она к небу пристает она такая с этот самый мёрдый а укроп самое то и запах от него приятный вообще так ну все можно выключать выключаем мы все у нас уже сварилась смотрите какая красота сейчас я попробую но сразу говорю что надо настояться хотя бы минут 30 так все таки для аромата чуть-чуть буквально уксуса все закрываем крышкой и настояться 30 минут всем спасибо подписываемся на канал пишем комментарии смотрим плейлисты всем приятного аппетита все отлично